всем привет как я собиралась как и рассказывала в предыдущем видео с грязной головы что сегодня мы будем мыть по голову с новым твердым шампунем медовый с яичным желтком я никогда не пробовала твердых шампуней и когда мы собирались ехать отдыхать на природу то есть стояла задача взять минимум вещей то я решила попробовать поискать какую-то альтернативу шампунем до в больших упаковках чтобы не тащить эти упаковки и маленькие одноразовые раньше я всегда использовала саше но эти саше постоянно залезешь в душ и не можешь их открыть надо рвать зубами у меня обычно общение руками не зубами не получается из-за такого мучения что я что надо только искать ножнички в душе ты ножнички на природе вряд ли где-то найдешь поэтому вот решила попробовать что-то другое и для этого я купила твердый шампунь медовый с яичным желтком кроме того что он такой маленький компактный и удобный да здесь натуральный состав то есть нету каких-то там слс вот этих лаурил сульфатов то есть здесь заявлен состав омыленные масла кокосовые касторовое кунжутное оливковое горчичное карите яичный желток и подсолнечное масло также в составе почему-то нету но в активных компонентах указаны мед на первом месте яичный желток и потом еще какие-то цитрат натрия и лактат натрия ну и все масла снова перечислены также есть значок видно невинно то есть как она там сфокусируется нет что не тестируется на животных может быть я отдельно потом еще сниму видео просмотреть вот как она выглядит да то есть что не тестируется на животных и волосы должны прям стать такими замечательными яичный желток это кладовая витаминовый микроэлементов живет да питает и укрепляет волосы имеет кондиционирующий эффект то есть учитывая фразу имеет кондиционируемый эффект можно предположить что это и шампунь и кондиционер два в одном что же у меня волосы такие достаточно грязные посмотрим как он сможет с ними справиться на природе я уже пробовала его то он как по мне не особо был эффект в то же время я в интернете еще при покупке читала что идеально все-таки после использования этого шампуня использовать подкисленную воду и ополаскивать мол тогда все отлично ну на природе этого не делал и поэтому мне эффект совсем-совсем ну не могу сказать что совсем-совсем не понравился все равно это лучше чем ты вышел из моря и соленой воды волосы все в соленой воде и вообще непонятная мочалка высыхает и на них соль кристаллизируется соответственно то есть это мыло достаточно вроде бы так знаете не могу сказать что сто процентов вымывала но немножко улучшало ситуацию на моей голове и в принципе волосы выглядели более-менее нормальными также я еще читала такой нюанс что если ты постоянно использовал вот этот агрессивную химию до шампуня то переход на натуральные может первое время быть очень такой может не нравится пока волосы да там не адаптируются потому что у нас все наши остальные железы все кожа наша адаптируется под вот эти вот агрессивные и когда начинают взаимодействовать с натуральным то нам может не нравится эффект но стоит продолжать и со временем понравится поэтому я вот этим шампунчиком было уже человеку быстро помоял рбе 8 парк он удобный есть с каким-то иgrenит на нам подкресенье которыйano не вд pill на которые стреки на миткость он может купить начинаете что обычный наш столовый уксус 9%, у меня есть яблочный 6%, и у меня первая попалась под руки десертная ложка, поэтому я на литр воды вылила 2 десертных ложки яблочного уксуса 6%. Ну, какие будут волосы после всего вот этого, вот, яйцо, мед и уксус, то есть все натуральные вещества. Да, купила я, кстати, это мыло, когда собиралась, ну, вот, собиралась, и плюс я еще искала альтернативу шампуням, у меня был очередной сдвиг по фазе, можно так сказать, на натуральности, да, у меня периодически такое бывает, что мне надо все исключительно натуральное, то есть вот очередной такой, ну, сдвиг по фазе, не сдвиг по фазе, в общем, очередной такой прикол, и мне хотелось сменить свои шампуни на что-то натуральное, где не будет ничего, химии, я даже начала искать вообще альтернативу натуральной, то есть, да, вот, использование мне нравится, допустим, для умывания, если когда кожа жирная, мне очень нравится глина, то есть мне безумно нравится глина, как она действует на кожу, и я вот так вот подумала, что можно для волос тоже можно что-то так применить, и одним из моих экспериментов было использование жидней муки, ну, я, конечно, решила, не одну муку я добавила, в муку еще хнул и добавила глину, ну, эффект был такой, как будто я вообще волосы не мыла, мне очень не понравился такой, возможно, попробую еще другие вариации, комбинации со временем, ну, и об этом, обо всем тоже потом расскажу, а сейчас мы приступим к самой мойке головы. Хорошо. Хорошо. Да, некоторые говорят, что нужно просто водить по волосам, используя эти, некоторые говорят, что нужно мылить в руках, но я все-таки, да, вот тут вот могу и помылить немножко, как на затылке, как оно хорошо у меня тянется на выстриженном, вот. Ну, и можно, некоторые вообще говорят, что кончики не надо пересушивать, что нужно только помыть голову, кстати, я все время до этого и вымывала и кончики, потому что это была все, да, соленая вода, и, в принципе, соленая вода на везде, если мы мыем просто от жира, да, мы походили, у нас у головы потеет, и у нас у корней жир, то на море, конечно же, жир и везде, поэтому я была везде. Сейчас я мою только кончики, очень, о боже, кстати, очень отличается сейчас пена, когда я мою только кончики, от того, что я мою только тогда, у меня какая-то такая мега упруглая эта пена, очень интересные ощущения, вот. Ну что ж, посмотрим, как она выломает. может быть, еще чуть-чуть попала, спереди. Все вот такие очень интересные, может быть, видно, я не знаю, она хорошо, как милелосит, или как она в внешнем виде, я не знаю, но по ощущениям, что у меня такое мега-мега мэтое. Вот, еще добавляем чуть-чуть соскальчик, я трогать не буду, если мне есть не знаю, а говорят, что они достаточно нормально, просто ласкиваются. Кстати, волосы вот тут уже спрятают, я люблю, после конденсионеров вам будут спросить, чтобы они распадались, вот сейчас этого нету здесь, ну и как она будет снегово, Вот уже полежали мои, уже я начала ленировать, сразу же. Все, будем сполаживать. Вода какого-то наконец-то расплета, я не знаю, какого-то у меня грязцевая, а что-то у меня это мило, как раз, и очень-то подозрительно. Не знаю, было слышно или нет, то я осталась, что тут погарилась, очень грязная, и попало, отмажая немного. И мне непонятно, это мои волосы, какие грязные были, как мне удивительно, выглядели мне очень жутко, то ли это были волосы грязные, то ли это мыло такое, но сейчас они скрипят просто, я не знаю, и прям загибаются. Мне кажется, сейчас если я дополощу, вода еще грязная была, из-за того, что я рассказывала, я перед поездкой мыла, но я не думаю, что за три раза не мыло, вот это вот, то, что я мыла смесью, ой, солью, господи, муки, хны и глины, да, то есть я такую, полотила смесь, делала ее как сметану, и наносила на волосы, и потом смылала. Возможно, это действие хны, не знаю, возможно, это у меня такая голова, грязная, возможно, шампунь дает, не знаю, но волосы сейчас очень скрипят, и сейчас я, наверное, выключу воду и попробую поскрипеть перед самой камерой. Волосы линяют, кстати, если кто-то знает какие-то хорошие средства для укрепления волос, чтобы они не лезли, или это норма считается, не знаю, кто-то что-ли, старые отмирающие вылазят. В общем, если кто-то знает какие-то рекомендации, пишите, я их все проверю, обещаю. И прям на видео проверю, все сделаю. Так, попробуем поскрипеть. Будет оно? Мне было слышно, как оно скрипело? Не знаю, вам было слышно или нет. Ну, скажу честно, волосы скрипят, говорят, что обычно от чистой до скрипа, что это признак чистоты, но вот мне волосы скрипят, а вот ощущение какой-то недомытости у меня есть. Скажу честно и откровенно. Попробуем, что будет после воды с уксусом. Уже стопа намула, сейчас нам будет смывать волосы. ой, пахнет так приятно яблочком, я не зря выбрала яблочный уксус, теперь главное чтобы глаза еще не попало. Так. О-о-о-о. Так, сейчас угол нашу глазаньку. Хотя, может, там такой раствор и ничего не будет. Ну, как-то страшно, если честно. Вот. Ну, вот, только что вы слышали мой звук О. Это я провела рукой по волосам и ощущения совершенно изменились. Сейчас попробуем еще раз О, гляньте, как они проходят То есть ничего Неестественного, никаких там Силиконов, парабенов, ничего И волосы Прекрасно расчесываются То есть, пожалуйста, пальцем Вы видели, какие они были запутанные И вот, что сделал Простой пахнет Вот так, как я добавила яблочный То пахнет приятно Подкисленным вот этим вот яблочком Ну, яблочным уксусом Винным уксусом чем-то даже напоминает Ну, мне такой запах нравится Наверное, если бы был обычный уксус То мне бы не понравился Но я реально в шоке от того, что волосы Вот так вот проводятся И реальный эффект жирности Вот тот, который был, он исчез Я просто в диком восторге Скажу я вам И это раньше мне надо было Оттаскать кучу химии А тут тебе, пожалуйста, вот Все натурально, без химии Без какого-либо загрязнения Окружающей среды Экологично, чисто И я надеюсь, волосы будут выглядеть прекрасно Но, по крайней мере, они уже не запутанные Значит, сейчас я их замотаю в полотенечко Подсушу И потом сниму продолжение видео Так, и волосы эти уберу Которые с меня налезли Налезли прилично Поэтому, если у вас есть какие-то рецепты Хотя, может быть, если продолжать Мыть голову таким образом Возможно, волосы станут гораздо круче выглядеть Так, сейчас я тут Пока волосы напитываются Я решила почитать как раз про лактат натрия Что это такое Который был в составе шампуня Муж на меня смотрит подозрительно Ему не привычно То, что я болтаю с камерой Поэтому Так, лактат натрия Оказывается, что лактат натрия В химической отрасли Традиционно называется Молочнокислом натрием И в пищевой промышленности Кодируется как пищевая добавка Е325 Это вещество натурального происхождения И оказывает выраженные эмульгирующие действия Также выступает регулятором кислотности Антиоксидантом и влагоудерживающим агентом Вещество обладает минимальным уровнем опасности Для человеческого здоровья Поэтому его применение на сегодняшний день Не вызывает особенных споров и возражений В естественном своем виде Элемент присутствует в коже человека И может вырабатываться кишечными бактериями Из молочной кислоты В общем, понятно Добавили для эмульгации Ничего плохого в этом нет Поэтому шампунь Если там написано, правда, на упаковке Полностью натуральный Да, и вот еще нашла Что его используют в пищевых продуктах Добавляют самые разные пищевые продукты В коктейли В замороженные мясные продукты В рассолы для консервирования овощей В тесто Муку, хлебобулочные изделия Зефир, мармелад, желе, твердую карамель Плавленные сырки Как эмульгаторы его добавляют Варенье, джемы, соусы и майонезы И сухое печенье В общем, он играет роль улучшителя теста Делает структуру теста более пористой Способствует уменьшению пустот В зефире, мармеладе и карамеле Вещество улучшает вязкость массы И меняет параметры желирования Для плавленных сырков Выступает солью-плавителем Вместе с цитратами и фосфатами Ну, в общем-то Нас его Нас активно им кормят Поэтому Использование Я вот еще не привыкла, куда надо смотреть Там глаза бегают Поэтому использование его В косметологии Наверное, тоже Допустимо и даже желательно И снова здравствуйте У меня немножко волосы уже подсохли Я их пока еще не расчесывала Ну, вот руки точно так же Хорошо проходят Да, скользят Сейчас я их расчешу Волосы еще влажные Судить О качестве помывки Рано Ну, в принципе Мне они нравятся Да, посмотрю Какие они Когда высохнут будут Я вообще Не люблю сушить волосы феном Ну, я правильно не умею Чтобы вот Да, как в парикмахерскую приходишь Я иногда хожу Специально в парикмахерскую Что-то сверху Задувать Там все эти чешуйки Подгладить Да, вот туда Оно Туда волосы выглядят Сори Туда волосы выглядят прекрасно Высушенный феном Когда же Ты не умеешь такое делать Либо у тебя нету желания Вот это вот все подкалывать Там по одному Под определенным углом сушить Ну, это только испорченные Волосы Испорченная прическа И в принципе Время Потеря времени Для меня Время Очень существенное Очень ценный ресурс И на сушку Я обычно не трачу Поэтому Будем Наблюдать Сушить Ну, расчесываются Отлично Вылазят, конечно, Час Но Немного У меня одно время Был какой-то кризис И очень сильно Волосы полезли То по сравнению с тем Что тогда было Сейчас немного Ну и опять-таки Я уже, наверное, В пятый раз Повторю свою просьбу Если у кого-то Есть какие-то Интересные рецепты Рекомендации Для Укрепления Волосы Чтобы они так Не выпадали То пишите Я буду Конечно, если они там Не будут Какие-то мегасложные Потому что Мегасложные Я вот тогда Первый раз Погорячилась Сказала, что я все Попробую Но мегасложные Если это надо Каждый раз Каждый день Там делать По полчаса Массаж головы То По логике Это ускорит Кровообращение Усилит Кровообращение И улучшит Корни Волосы Простимулируют Рост Все это Укрепит Там Ну то есть Массаж никому Никогда не мешал Хотя Кому-то и мешал Иногда Это активизация Лишня Вот В общем Пока что Волосы Мокрые Но Расчесывается Довольно Неплохо Ощущение Ну я не могу Сказать Волосы высохли В принципе По ощущениям Может быть Еще немножко Влажноватые Немножко Могут быть Какие-то Вопросы Но В принципе Грязными Они Явно Не выглядят Да То есть Ну Немножко Еще Можно Подрачесать Да Тут Вот Сейчас Проведем Так Выглядят Довольно Таки Неплохо По ощущениям Очень нежные Мне Они Очень Нравятся Что ж Поэтому Твердый Шампунь Рекомендую Ну Только Твердый Действительно Вместе С подкисленной Водой Потому что Без подкисленной Воды Небо И земля